Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала Сместного Зарабаба, мы продолжаем проходить игру в Railway Empire. Ну что ж, мы с вами в прошлой серии перевезли сталь, начали уже возить бензинчик, уже перевезли 8 вагонов, сейчас еще 8 вагонов должны подъехать, да, еще 8, ну и вроде как в Колумбии еще хватает бензинчика в наличии, да, 10 вагонов, так что все нормально. Нефть возится, пока, по-моему, еще нет ни одного автомобиля на экспорт. Предприятие купить, наверное, я уже не смогу, это меня не интересует, да, 400 тысяч это многовато, если бы я смог бы взять облигат, тогда бы да, но я их не могу взять. Мы с вами будем сейчас развивать города, потому что у нас следующее задание это... О, нет, похоже на одном из твоих поездов что-то пошло не так. Три города, 120 тысяч населения. Так, здесь надо бы поставить сейчас станцию ТО. Есть у нас один машинист, давайте его поставим куда-нибудь. И кто-то еще прибыл. Саботажник, бандит, это все не надо. Так, значит, надо будет... Три города, 120 тысяч. У нас Чикаго сейчас растет, уже первый город будет в 120. Население Чикаго выросло в 90 тысяч, Зараба Геймс главный перевозчик. Ну, 90 тысяч уже давно. Чикаго население 120 тысяч, вы слышали Зараба Геймс? Сразу две газеты. Видать, с опозданием что-то было, да? Но не страшно. Так, автомобилей пока еще ни одного на экспорт нет. Дальше, в следующий город у нас будет получать с вами Толида. Надо будет в Толида поставить сейчас склад. Давайте, наверное, склад построим большой со семафорами. Ой, это станция, это не то. Вот склад. Могли бы такой же сделать склад, как вот станция в один конец. То есть, можно было бы сюда поставить в край и сюда возить только чисто составы. Ну, да ладно. В общем, в принципе, ставим здесь склад. Это раз. Ну, и смотрим, что надо будет сейчас в Толида. Пшеничка есть, рогатый скот еле-еле, да? Здесь можно поставить склад поменьше. Допустим. Так, со складами разобрались. Дальше у нас 16 уже когда-то перевезли вагонов. Один город есть. Здесь назначим, значит, рогатый скот. Максимальная загрузка, да? Ставим маленькую станцию. И начинаем все это дело соединять. 48 тысяч. 100 очков инновации пока мало. А хотя нет, нормально. У тебя увеличивает тяговую мощь локомотива на 7%. Замечательно. Дальше 200. И потом, получается, еще сюда 200. Так, в Гран-Рапидс пивасик есть. Я думаю, надо будет как-то здесь сделать съезд, чтобы можно было сюда возить мясо, сюда возить пиво, потому что пиво надо будет и сюда. Где-то примерно здесь сделать съезд-разъезд. И также пусть еще, получается, пассажирский товарняк. Ладно, пока покупаем дорогу в обратную сторону. Отлично. Симафорчики, башенка, ну, в общем, все как обычно. Так, нам все хватило, кроме локомотива и станции ТО для складов. Вот пива нет, сахара маловато, да молока вообще нету. Кукурузу, сахар. Можно будет, конечно, все это на этот склад возить. Так же, как и овощи. Эффект соединения. Канзас-Сити. Опа. Это интересный момент. Давайте попробуем. Дорога, конечно, здесь будет дорогая. 46 тысяч. Но подождем. Мы же получим неплохую такую сумму. Так, ну смотри, как она тут получается, да? Все перекрыло. То есть, я хотел построить здесь склад, чтобы можно было возить хлопок и делать здесь одежду. А, так тут уже одежду делают. Мои предприятия, все правильно. И одежда уже есть на экспорт. Это хорошо. Но он едет с пивом. Чикаго, Индианаполис. Ага. Можно тогда сейчас сделать... Еще один. Груз. Индианаполис. Одежда. Охранная система. Посылки. Ну, попробуем посоревноваться. Но я бы, конечно, не стал бы так делать. Потому что тогда мне не хватило... А, на локомотиве я уже взял. Все нормально. Тут уже, может, она беспокоится. Уж извини меня, но, может, посидишь в сторонке и забираешь сцену. Поехал. Все, хорошо. Сточков инноваций маловато. Не хватает сейчас на дорогу. Отлично. Убираем. Убираем. Так, здесь пока все. Теперь хватает нам сейчас, во-первых, на станцию ТО вот здесь. Во-вторых, на два локомотива, чтобы возился рогатый скот. Отсюда. Отсюда. Сюда. Поехал. И сразу в обратную сторону. Поехал. Пока два. Локомотива. Теперь здесь станция ТО. Давай, наверное, первым делом сахар. Максимальная загрузка. Строим маленькую станцию. Нам, получается, сахар надо, вообще-то, в несколько городов. Туда и туда. О, я могу его вот так захватить, да? Наверное, будет супер, поэтому я ставлю вот здесь вот станцию. Давай, наверное, где-нибудь немножко подальше, что ли. Вот так вот. Дорогу. Так, тебе что-то тут уже не нравится. О, так нормально. Хорошо, семафорчики. Сюда поставили, сюда снесли. Сюда поставили. Раз, два. Не хватает, да? Ну и ладно. В принципе, не проблема. Сахар есть. Назначаем локомотив. А, стоп, локомотив. Мы же не построили с вами дорогу. На склад. Вот это сейчас было бы весело. Дорогу не построили, а уже... А чего у нас не получается здесь? Ну, давай вот так вот. Да, только тебя перенесем. Замечательно. И в обратную сторону. Так, теперь семафорчики. Вот теперь уже можно и локомотив. Новая железная дорога. Добавляем локомотив. Отсюда. Сюда поехал. Так, сахар есть. Овощи вам нужны. Овощи нужны так же, как и фрукты, да? Надо будет теперь с овощами. Овощи пустим отсюда. Значит, строим маленькую станцию здесь. Может, стоит оставить место для более эффективных железнодорожных систем. Так, овощи, овощи. Максимальная загрузка. Строим дорогу. Так, туннель мне здесь не нужен. Шести, пяти. Во, два, два. Нормально. Сто семь тысяч. Нехило так. Ну, тут земельные работы. Ну, ладно, не страшно. Сто семь тысяч. Подкопить, я думаю, это не проблема. Можно будет потом вот так вот пшеничку еще пустить сюда. Потому что здесь все-таки... А, здесь пиво не делается. Здесь мясо делается. Кукурузку потом пустить. И пиво надо будет еще пустить. Да, точно. А пиво лучше будет пускать отсюда. Мы здесь сделаем съезд и пустим сюда состав. Потому что пиво здесь прям очень хорошо. И пиво надо будет сюда возить. Так, сто семь тысяч есть. А, уже нету. Машинист. Давайте возьмем машиниста. Вот составы с нефтью уже мотаются неполные. Да, видать, там нефти маловато. Какого вы уровня? Пока еще до сих пор первого. А, бензин. Бензин есть в наличии. Бензин хорошо идет. 24 уже перевезли во состава. Сентябрь уже идет 13-го года. Я думаю, в 14-м году уже должны перевезти. Бензин полностью. Останется только три города развить. Один уже есть. Следующий это будет у нас с вами как раз Талида. И Талида надо будет развивать до 200. Теперь семафорчики. На башенку уже не хватает. На башенку не хватает. Я не знаю, есть ли смысл здесь пускать два состава. Я думаю, что, мне кажется, один вполне хватит. Один вполне хватит. И где-то примерно вот здесь поставим башню. Отлично. И следующим делом здесь сделаем разъезд, съезд и отправим товарняк с пивом. Пока давай отправлять состав с овощами. Добавим в огонь в холодильник. Все-таки это продукты питания. Так, поехал. Кочегар прибыл. Попробуем поставить кочегара. Ой, какой хороший кочегар. Ой, какой хороший кочегар. Ладно, давайте делать съезд. А то потом я про это дело забуду. Так, давай, где-то примерно вот здесь вот. 40 тысяч. Отправим и пассажирский, и товарняк. Надо будет только все-таки здесь еще станцию переделать. Потому что она одна. И они будут очень долго тут перестраиваться. Так, дорогу покупаем. Давай сейчас быстренько сберемся семафорчиками. Пока состав... Блин, уже используется объект. А, ну понятно. Объект уже используется. Сюда-сюда поставили. Теперь давай здесь. Так, тебя снести. Тебя поставить. Тебя снести. Тут вроде все нормально. Так, купим пока деньжата на станцию. На станцию. За сколько там, кстати, тысяч? Сколько она стоит? Нет, небольшая. Вот, 120 тысяч тоже. Как и склад. Так, вот этот семафор я сейчас снесу. Потому что тут мешается. Ну, 120 пока не накоплю. 200 очков инноваций есть. Увеличим надежность. Увеличим надежность на 15%. А здесь обслуживание. Давайте пока в надежность. Отлично. У нас разблокировался самый лучший скорый. Дримлайнер на всех парах. Хадсон 464 поглотила 140 км в час. Хорошо. Хадсон. Что у нас там с бензином? 32 вагона уже перевезли. Хорошо. Автомобиль хотя бы есть. До сих пор еще нет ни одного автомобиля. То есть тебя желательно, конечно, вдруг тогда, получается, купить. Вот ты уже почти лям стоишь. Тебе, правда, стоит внимательнее относиться к техническому обслуживанию локомотива. Но у меня сталь есть. Бензин есть. Но автомобиль производится очень-очень медленно. Сам развиваться он не хочет. Так, есть как раз на станцию. И состав последний уехал. Что ж, придется сносить. Что ж, каждый должен с чего-то начинать. Так, это сделали. Это сделали. Теперь. Гран-Рапидс. Хорошо. И один должен быть сейчас вот здесь. Все. Он как раз успел я все это дело переделать. И теперь можно пускать сейчас товарняк. Добавляем локомотивы, добавляем товарный состав. Только грузы. Отсюда. Сюда. Поехал. Мясо здесь уже есть немножко на экспорт. Это хорошо. Так, желательно добавить, наверное, здесь дубликат. От склада, да? Он дубликат. Отличненько. Отличненько. Здесь все сделали. Давайте теперь еще добавим товарняк. Вернее, не товарняк, а пассажирский. Вагоны. Только пассажиры отсюда сюда поехал. Так, ты у нас как раз едешь с пивасиком. Все замечательно. Что у нас тут? 32 пока еще вагон. Осталось 18. Толида пока не растет, да? Пшеничка есть. Рогатый скот есть. Кукурузы маловато. Давайте делать кукурузу. Кукурузу. Маленькая станция. Давай как-то, наверное, ее вот так поставим. И отсюда пустим. Так, надо, наверное, как-то окапываться вниз, да? Вот, как-то так. Как-то так. Все, отлично. Кукурузку надо указать на складе. Максимальная загрузка. Добавляем локомотив. Надо было, блин, еще поставить вагон-холодильник. Ну да ладно. Так, все. Кукуруза есть. Пшеничка, в принципе, есть. Ее хватает. Дерево нет. Пиво сейчас привезут. Бумаги, молока и фруктов нет. Фрукты здесь есть. Но возить пока их неудобно. Если только на складе они начали копиться. На складе пока они копиться не начали. Вот цемент начал копиться. Вам нужен цемент? А, им нужен цемент, друзья. Им нужен цемент. Давайте делать здесь цемент. Максимальная загрузка. Дримлайнер, любимца рынка. Стоимость достигла 8 миллионов. Пока она нас опережает, но это не страшно. Мы сейчас здесь будем тогда, получается, выезжать. Давай, наверное, как-то вот сюда. Да. Отлично. Хорошо. С этим разобрались. Теперь надо будет сделать здесь съезд. Ну, давай прямиком сюда. Семофорчики. Так, так. Поставили здесь. Сейчас его быстренько разрулим. И можно будет уже пускать состав. Тихо. Не то сделал. Не тот снес. Не тот снес семофор. Все. Отлично. Давайте добавлять. Локомотив. Ну, вот пусть будет охранник. Отсюда. Здесь грузим цемент. Здесь привозим. И цемент здесь не грузим. Все. Цемент поехал. Пиво привезли. По идее. Да? Да. Пиво есть. Нет дерева. Но дерево здесь вообще нигде нет поблизости. Дерево то, что у кого здесь есть. Ну, в принципе, его тоже можно будет возить. Вот это этот склад. Давай сейчас укажем здесь дерево. Тут надо будет два состава делать. Так. Маленькая станция вот сюда. Путь, конечно, будет не Хиллари. Тихо, тихо. Не туда поставил, да? Да, точно. Так. Давай смотреть. Значит, здесь вырыли, 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 вырыли. Мост. Ну, в принципе, пусть стоит. Ну и нормально. Так. На вторую дорогу придется подкопить. Здесь надо будет две строить башни обслуживания. 187 тысяч. Не проблема. Так. С точку фановаться мы с вами будем копить, наверное, все-таки 300. Потом менять пассажирские. А потом будем менять грузовые. Так, по облигациям у меня что? Пока все плохо. Здесь. Ну, немножко нас опережает она, но это не проблема. Я думаю, потом мы опередим ее. Так. Так, кукурузка есть. Так. Пшеничка есть. Сейчас еще цемент привезут. Так, дорога еще пока нет. Не накопили. Что у нас там с цементом? Это с бензином. Бензином 40 вагонов уже перевезли. Осталось 10. Так, ну мы пока еще не развиваем Индианаполис. Но пока он сам растет неплохо. То есть хлопок она возит сюда, да? Это надо бы мне предприятие свое расширить за полляма. Я бы это сделал только тогда, когда смогу взять облигации. Кочегар прибыл. Ну, давайте поставим кочегаром. Так, дорогу я уже могу проложить. Давай сразу самофорчики. Займемся самофорчиками. Башенок штук 2 надо будет от 100%. Отлично. Одна башня будет примерно где-то вот здесь. Вторая башня будет примерно где-то вот здесь. Хорошо, с этим разобрались. Составов надо как минимум 4 пускать. Ну, у меня облигации все забрали. Ну, ладно. Облигации, ладно. Луисвилль. 72 тысячи. Можно было, конечно, подключиться, да? Если бы у нее уже был город с населением 120 тысяч. Но пока его нет. Вроде все, на локомотив хватает. Давайте добавлять локомотивы. С деревом настроить путь. Автоматически отсюда, отсюда поехал. И еще один. Отсюда, отсюда поехал. В смысле ждать свободных путей? Вот свободный путь. Аукционист. Но мне не нужен был. Он, получается, у нас... Да, предприятие покупает. Но это мне не надо. Поехал, наконец-то. Сейчас там, где они пересекутся, мы с вами сделаем дубликатики. Не того и того составом. Потому что дерева надо больше. Дерево надо много. Да, поехал, конечно, он. Поздновато. Ну, конечно, здесь 4 состава с рогатым скотом мотаются. Понятное дело, это очевидно. Неравномерно, конечно, не пересекаться будет. Я думаю, сюда уже можно будет назначить. Ну, в принципе, так же, как и сюда. Он там еще все равно ожидать будет свободных путей. Что тут у нас с мясом? Мясо есть на экспорт. Где наш товарняк? Отлично, как раз с пивом подъезжает. Я думаю, сделать еще один дубликат. Эффект соединения. Вот это вот неплохо. Сейчас быстренько запилим, получим деньжата. Неплохо так. 450 тысяч, да, у нас? Так, кто-то поломался. Это кто? Бензин. Но здесь станция ТО есть. Здесь не останется ТО, получается, у нас. Ох, веточка. Похоже на одном из твоих локомотивов какие-то неполадки. Так, срок погашения облигаций. Отлично, я могу взять облигации. Это неплохо. Ты как раз у нас доехал. Я тебе сделаю дубликат. Чего бы нет, да? Отлично. Так, 200 очков в инновацию. Нам нужно, наверное, 300. Так, но Толида до сих пор не растет. Хотя, вроде как, сюда и дерево уже привезли. Да, овощи прям перебор. Цемент есть. Нет только мелочи. Это одежда и фрукты. Ну вот, если бы здесь фрукты бы копились. Теперь вы также начали перевозить бензин. Да, хорошо. Хорошо. Фрукты пока не копятся. Да, фрукты пока не копятся. Может быть, надо будет сделать два состава. Подожди. Подожди. А я не назначил сюда ни одного локомотива, что ли, с фруктами? Серьезно? О-хо-хо-хо. Вот это я молодец. Фрукты, значит, назначил, да? Но фрукты сюда не вожу. Класс. Хорошо. Делаем. Исправляем свою ошибку. Вагон-холодильник. Настроить путь отсюда. Сюда поехал. И в обратную сторону. Что-то как-то я думал, что все сделал. Оказывается, вообще фрукты сюда не вожу. Поэтому фрукты мы не копятся. Фруктов нет. Так, ну смотри, здесь шмоток пока нет. Но хлопок вроде как есть. Здесь построю я музей. Отлично. Я могу взять еще одни облигации. А, нет, не могу пока достигнут лимит. Ясно. Слияние с конкурентом 15 миллионов. Количество новых соискателей, считая преступников, на 20%. Возьму. Зараза. Надо пытаться всегда вторым делать. Несомненно, это просто еще одна из твоих ошибочек. Меньше платить. Или неужто ты и правда делаешь ставку? Давай мы еще с вами сделаем сейчас здесь съезд-разъезд. Хреново, конечно, местом. Прямо с самой этой башенки. Да, вот у самой башенки, конечно, мне не нравится. Здесь посносили. Ну, можно пускать сейчас пассажирский товарняк между Индианаполисом и Толидом. Во-о-о-о. Толида начал расти, наконец-то. Проводник мне не нужен. Только грузы Индианаполис Толида поехал. Ожидает свободных путей. Здесь, кстати, надо тоже сейчас уже переназначить. Машинист прибыл. Где-то у нас был пассажирский без никого. Ох, деточка. Похоже на одном из твоих локомотивов какие-то неполадки. Так, на каком? Гранд Тропитс. Ставим. Ставим станцию. Так, с чем поехал? А, это у нас пассажирский. Вот он пустой поехал. Гренция стимулирует бизнес. Так что моя новая станция тебе не повредит. Короче, она во всех трех городах поставила, да? Еще один эффект соединения. Отлично. Получили бабло. Здесь бы, конечно, увеличить бы предприятие свое. Но мне надо два предприятия увеличивать. Машиностроительное и по производству одежды. Так, 300 очков инноваций есть. Полляма есть. Машин нет на экспорт. Бензина потому что нет. Серьезно, ты издеваешься? Нет бензина? Да. Да, действительно, бензина нет. Сталь есть, а вот бензина нет. Подъезжает. Как интересно. Дизельное. Все понятно. Качегар. Качегар. Так, ну здесь станция ТО есть. Если не ломаются, давайте здесь поставим станцию ТО. потому что путь длинный. Зазывало. Ну, не особо мне нужен. Толида растет? Растет. Нет, к сожалению, здесь мебели, одежды и фруктов. Фрукты, конечно, я могу возить, но с этого склада, когда они уже будут в переборе, пока их еще не хватает. Вроде как, два состава мотаются с фруктами, но этого мало. Это рогатый скот. Начальник станции прибыл. И машинист есть. в отличном. Начальник станции есть. Машинист. Может, у меня здесь еще нет станции ТО, кстати. Да, точно. А, она здесь свою станцию поставила. Все понятно. Хух, так. Надо менять, получается, с вами пассажирские. Нет подходящих грузов. У нас что, здесь очень много железа и угля уже, да? Да, угля очень много. Сталь. Так, ну придется его покупать. Отлично. Его купили. Надо будет чуть-чуть переворозвивать. На развитии надо будет полляма. Полляма туда, полляма сюда. Облигации не могу. Облигации пока не могу. Винополь тоже растет. Это все хорошо. Дерево бы сюда. Бумага, кстати, есть рост? Бумага есть. Все хорошо. 80 тысяч уже есть в наличии. Еще пока ни один автомобиль я не произвел. Я вот думаю по поводу склада здесь. Надо ли его здесь вставить? Вообще надо, потому что здесь, получается, ни пшеницы нет, ни кукурузы нет. Блин, она пипец тут сделала. Загородила мне кукурузу все абсолютно. Не знаешь, кукурузу надо будет возить отсюда. Так, что еще сюда можно будет возить? Сахар как раз вот отсюда можно будет возить, да? Кукурузу сделать. вот тут склад не знаю, как ставить. Вряд ли, наверное, получится. Давай посмотрим маленький склад. Поставить там можно, но никак не связывается с городом. Вот что плохо. вот так можно только. А большой ну, тоже смысла нет ставить его. Не связывается он. Только здесь ну, в принципе, если пшеницу только подключить вот здесь, то вполне нормально, да? Давай тогда, наверное, большой склад поставим вот здесь. сюда будем возить сахар, пшеничку, затем хлопок. Соединим все-таки с хлопком. Кукурузу отсюда можно будет возить, но надо будет на склад накопить. Так, машинист еще один прибыл. Поставим. нам бы менять локомотивы бы еще. Тоже полезная вещь. Так, Толида 83 тысячи. Так, скоро будет 90. Надо подумать, что здесь строить. Дерево хватает. Дерево прям хорошо. Я думаю, может быть, поставить здесь мебельную фабрику. либо издательство, чтоб делалась газета. Бумага вроде как есть. Чикак поворачивается спиной. Ладно, давайте пока думать по поводу замены локомотивов. груза 34, товарно-пассажирский 3. Поменяли. Так, теперь Техас 2, 10, 4. Два ляма. Прикинь. Дизель заменяет пар. Конец паровых двигателей. Конец. Аукционист. Не нужен. Сто очков инновации пока маловато. Автомобили. Мне нужно перевести 50 автомобилей. Так, на складе у нас да, сталь, в принципе, копится на складе. И есть только проблем, это у нас нефти, бензина маловато, да? Бензина маловато, значит, надо будет сделать два состава, которые у нас древлайнер, новый рекорд, Super Hudson 464, покатила 156 километров в час. Колумбия, Чикаго. Колумбия, Чикаго. Так, вот он только выехал, сейчас тогда где они пересекутся, я сделаю он заправляется. Делаем тогда еще один, потому что бензина маловато, бензин, в принципе, на экспорт есть. 8 вагонов. Отлично. И делаю я еще один. Только грузы отсюда сюда поехал. Там ожидать свободных путей, не страшно. Здесь пока все хорошо. То есть нефти нормально, не складируется, уже складируется, надо будет предприятие расширять. Но у меня проблема, мне не делать с автомобилем, мне нужно делать автомобиль, поэтому надо все-таки первым делом расширять автомобильный завод. Как раз уже почти накопили полляма, облигации не могу, могу уже взять облигации на миллион, я беру, потому что мне надо будет два предприятия расширять, а возможно даже чисто только сюда сейчас и пусть все это делом. Вот так вот. И сейчас посмотрим. не хватает бензина, сталь вроде как есть, а вот бензин маловат у нас. Толида рост, ну отлично Толида. Либо издательство, либо мебельный завод, что-то одно из двух. Но все равно надо будет 250 тысяч, пока таких денег нет у меня. Бумага в принципе здесь есть. но ее мало. Надо будет тебя покупать 700 тысяч. Может они сами разовьются. Я вот все-таки думаю либо мебельную, либо издательство. Издательство в принципе здесь есть, да? А нет, я же там вкупил, построил одежду. Но бумаги здесь маловато. она все время вывозится. Давайте строить. Только опять что строить, блин. Мебельную построить или издательство. Давай мебельную все-таки, ладно. Бог с ним, пусть будет мебель. 200 очков инноваций есть. Открываем здесь. Все прекрасно. Дальше надо будет копить 300. Так, мебельный есть. Что у нас там с автомобилями? пока еще нет автомобилей. Ну, вроде как у нас бензин все есть. Бензин, да, бензин привезли, стали там нормальным. Есть один автомобиль. Отлично. Надо будет два автомобиля сделать. 2,7, 2,8, да, 3,2. Вот эти бы два задания сделать. Надо бы тогда предприятие здесь расширять. 3,2 максимально, да, дальше на расширение получается полтора миллиона требуется. На экспорт есть уже три автомобиля. Подожди, все-таки получается здесь задание это два города, которые будут делать автомобили. В итоге получается именно так. Поэтому надо будет где-то здесь построить еще один завод по производству автомобилей. Нет, Ролл Кайленд конечно далековато. либо здесь так. Ну и надо вот получается мне здесь сделать этот грузовой. У меня кстати нет ни одного грузового между Толида и Чикаго. Делаем под конец серии наверное грузовой. только грузы отсюда и здесь автомобиль. Ожидает свободных путей. Давай посмотрим что он здесь загрузит. Да, неплохо он грузит автомобиль и это хорошо. Так, ну и пассажирский один. Как раз проводник есть. Так, кто сломался? Угу. Так, здесь станция ТО есть, станция ТО здесь есть. Вот здесь по-моему станция ТО на складе. Да. Строим здесь станцию ТО. так, и думаем по поводу предприятия. Здесь издательство я куплю. Чтобы его снести надо будет 300 и чтобы построить предприятие 250. да, автомобиль сколько стоит? 250, да, Надо будет сюда ввозить еще получается сталь, бензин и все будет хорошо. Надо будет только здесь получается предприятие развить за пол ляма, потому что бензина делается мало. Надо будет больше. На два города не хватит. Машинист прибыл, как раз охранник еще есть. Так, а кто-то еще есть у нас тут. А, зазывало, нет, зазывало нам не нужен. Из-за недостка оборудования тут же есть башня-то. Ну, давай еще одну поставим. в принципе не проблема. Посредник. Давай возьмем нас еще акцион, пусть сидит. Стоимость билетов обслуживание ускоряет. Давай возьмем обслуживание. таллида. Таллида почти 100 тысяч уже есть. Хорошо. Бумага есть. Мебели пока нет. Мебель, получается, не для себя делают. Неплохо. Индинаполь тоже растет. Скоро будет 100 тысяч. Перевозку посылок бутон набрать не будет. Отлично. Как славно, что аукцион остался за тобой. Правда, у тебя не было конкурентов. Сейчас надо будет подумать, что здесь открывать. Какое предприятие. Потому что Индинаполь вырос, надо будет что-то, что легко мы сможем с вами делать для нужд города. Сахар и кукурузой можно делать кондитерскую фабрику. кукурузу пшеницу. Давай строить. Отлично. Пшеничку и сахар можно будет возить отсюда. Поэтому строим здесь. А, сейчас пока мы ничего не строим. Хотя нет, мы можем построить склад за 120 тысяч. Зараза. О, отлично. пусть хотя бы так. Здесь указываем пшеницу и сахар. Зарабай геймс досталась награды Чикаго с достижениями. Хорошо. И сахар максимальная загрузка. Так, давай, наверное, сначала разбираться с сахаром. Сахар у нас вот здесь. Пока построим дорогу. Слишком большой мост. Ты издеваешься? Зачем ты так сделал? Ну, пусть будет так. Ладно. Не хочет он. А хотя бы уклон будет поменьше. Чего он творит? Хрен с ним. Ладно, 106 тысяч. Зарабай геймс новая связь с 1 на 25 станций. Время пока у нас есть. Еще. Так, пшеничку надо как-то соединить. Подумать. Так, первая дорога есть. Вторая. Надо будет еще сделать эту станцию ТО. Да, господи боже мой. Вот сюда. И сюда. Не забыть про станцию ТО. Наверное, в одном месте пока хватит. И одной башни вполне здесь хватит. Так, вот эти самофорчики надо бы снести. Отлично. Так, здесь станция ТО. о, да ладно, журналист есть. И аналитик есть, но у меня нет денег. Облигации взять не могу. Так, это меня не интересует. у меня даже даже на журналист нет денег вообще. 93 тысячи. Толида пока встал, да, 100 тысяч и все. идем. Так, что тут с автомобилями? 7 вагонов уже перевезли. Хорошо. Из-за недостатка опять замедлился локомотив. Тут поставим башню еще одну. Так, давайте направлять локомотивы с сахаром. вагон, холодильник, кочегар. Zerobay Games самая ценная компания стоит, достигла 15 миллионов. Ну вот, в принципе, мы ее и переплюнули. Отлично. Там сахар загружается, здесь сахар поехал. в принципе, можно будет сейчас сделать дубликат и там, и там. Не то сделал. Отлично. Так, с этим все. Теперь надо будет с пшеничкой разбираться, подумать, как надо будет здесь провести с составом. Время вроде пока еще есть, но мне кажется, здесь не получится сделать. Хотя вроде получается. Допустим, если вот сюда. Допустим, если вот сюда. Так, теперь по семафорчикам. Значит, сюда поставили. здесь снесли. Сюда поставили. Сюда поставили. Здесь снесли. И сюда. Так, теперь надо будет делать съезд вот здесь. допустим. сюда. И допустим, вот сюда. Хорошо. Так, здесь уже, наверное, получится. Да, здесь уже не получится. Так, тут хорошо все. Здесь тоже хорошо. Замечательно. Можно отпускать состав с пшеничкой вот сюда. Я тут назначил пшеничку. Башню, наверное, надо поставить одну все-таки вот здесь. Отличненько. и давайте пускать два локомотива. Ну, пусть будет охранник. Отсюда сюда поехал и в обратную сторону. Поехал. Так, все хорошо. здесь у нас рост идет 100 тысяч. Надо бы, конечно, шмотки увеличить, чтобы были. Давай сделаем за пол ляма. Так, теперь, когда составы здесь пересекутся, мы сделаем два дубликата еще, потому что пшеничка нужна, пшенички нужно много. Тут у нас уже получается затор. отлично. Делаем дубликат один, делаем дубликат второй. Все. Здесь четыре, там четыре, надо будет получаться только предприятие здесь расширить. Что у нас здесь нет подходящих грузов? Слишком много, да, получается? Загрузился, значит, тогда, получается, тебя я продам. потому что, видят, здесь не хватает у нас рогатого скота, хотя, вроде как бы должно быть все идеально. Рогатый скот копится, дерево не копится. Изобретатель, саботажник, это все не надо мне. Рекрутер пришел. Ну что, в принципе, получается, сейчас у нас одежда пошла на экспорт. Да, кондитерская фабрика, пшеница есть, сахар есть, надо будет тогда предприятие расширить. Пол ляма опять же все-таки, да? Ну, я думаю, это сейчас не проблема для нас накопить. Под конец серии сейчас кондитерскую фабрику улучшим, и все у нас будет с вами хорошо. Потом будем, получается, улучшать по производству бензина предприятия и строить еще одно предприятие по производству автомобилей, потому что нам не хватает 200 очков инноваций. Здесь от перевозки посылок, здесь стоимость билетов. Дальше все не хватает. Значит, надо будет копить 300, вот сюда оплату за перевозку грузов. Пол ляма есть, расширяем предприятие и будем производить свечи, хотя это какой-то шоколад, мне кажется. Ладно, все. Прибыл профессор, кстати, вот можно вот его взять. Замечательно, получили еще пол ляма. За пол ляма как раз мы с вами здесь предприятие расширим и продолжим с вами в следующей серии. Так что сегодня все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте, все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай, спасибо за просмотр, увидимся в следующих прохождениях, всем пока.